Монахини революции, почему Муаммара Каддафи охраняли только девственницы? Лидер Ливии Муаммар Каддафи многим запомнился, тем, что на важные международные встречи он приезжал на роскошных машинах со своей личной охраной и вместо дорогих отелей предпочитал жить в палатке, которую возил с собой. Кроме того, лидера Джамахири окружал необычный отряд девушек. Это был его особый отряд преданных соратниц. Каддафи создал отряд из женщин-телохранителей. Девушки охраняли круглосуточно покой диктатора. В отряд отбирали только специальных девушек. Они должны были обладать серьезными навыками рукопашного боя, а также пройти полный курс специальной боевой подготовки на котором их учили тактики боя и стрельбе из огнестрельного оружия. Кроме того, было еще одно важное условие – все девушки отряда до самого момента завершения службы должны были хранить действенность. Из-за этой особенности их называли монахинями революции, а иногда и гвардии амазонок. Всего же на постоянной основе Каддафи охраняли порядка четырех сет женщин. После начала масштабных революционных событий в Триполе, отряд был полностью расформирован, девушки прекратили службу. Известно, что благодаря девушкам из личной охраны несколько раз удалось предотвратить покушение на Каддафи и спасти ему жизнь. Так известно, что в 1998 году три девушки из отряда погибли, пожертвовав своей жизнью, когда на Каддафи напали боевики одной из радикальных организаций. Благодаря тому, что одна из девушек закрыла собой автоматную очередь лидер остался жив. Как известно диктатор и навел на мысль о том, чтобы использовать девушек для охраны его советник и бывший офицер штази Карл Ханс. Выбор в пользу девственниц был сделан по ряду причин. Такие женщины, меньше имели соблазна завести роман с мужчиной, не имели семьи и были преданы своему шефу. Кроме того, наличие в охране девушек показывало, что в республике люди обоих полов могут трудиться на благо страны и равноправны. Девушки облачались в строгую специальную форму и ярко красили губы. В качестве головного убора они использовали косынки, кепки и пилотки. Девушки отряда славились своей красотой, наверное, их отбирали еще и по этому параметру. Все девушки имели прекрасный маникюр и дорогие украшения. Но несмотря на кажущуюся красоту и хрупкость девушки бдительно охраняли спокойствие своего лидера. При себе они всегда имели оружие и были готовы воспользоваться им в любой момент. О девушках из охраны кадов и ходили разные слухи, но все это всего лишь домыслы. Говори, что якобы диктатор долгое время прятался вместе со своим отрядом девушек в специальном бункере, но после смерти диктатора, эта информация не подтвердилась. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.